САМОИЗОЛЯЦИИ Я работаю в крупной сети ресторанов Санкт-Петербурга. Понятное дело, что вся эта ситуация в первую очередь достаточно сильно ударила по ресторанному бизнесу. Даже когда еще не была введена официальная самоизоляция, поток посетителей значительно упал. С официальным введением самоизоляции, конечно же, все рестораны в Питере были закрыты. Пожалуй, если говорить о круге моего общения, сейчас тяжелее всего людям, которые приехали в Петербург из других городов и потеряли работу. Поскольку они остались без заработка, им попросту нечем платить за съемное жилье, которое в Питере очень дорогое, а арендодаторы в большинстве своем крайне редко идут на уступки. Можно попытаться найти какую-то временную, не требующую особых навыков работу. Благо, вакансий пока достаточно. Но зачастую зарплаты там невелики, а с учетом платы за съемную квартиру на жизнь остается совсем мало. Поэтому людям приходится либо съезжаться вместе, либо уезжать в родные города. В первые дни, еще до введения официальной самоизоляции, люди скупали продукты. В основном крупы. Полки в магазинах с этим товаром зачастую были пустыми. Но сейчас всего в избытке. Никакого дефицита нет. Первые дни официальной самоизоляции город очень опустел. Но сейчас, спустя около трех недель, народу на улице стало вроде побольше. Но все равно значительно меньше, чем обычно. Около половины людей ходят в масках. Каждый день по громкоговорителям призывают заботиться о своем здоровье и не нарушать режим. Сейчас, насколько мне известно, никаких жестких ограничений на передвижение нет. Лестничные клетки и места общего пользования моют какими-то специальными растворами. Все продуктовые магазины открыты. В некоторых на входе висят банки с антисептиками. Перед всеми кассами пол раздлинован, чтобы люди в очереди соблюдали дистанцию. В основном все соблюдают. Кассиры работают в масках и перчатках. Кроме продуктовых магазинов работают аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Все остальные либо закрыты, либо работают в режиме доставки. Закрыты также все торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, клубы и так далее. Согласитесь, ситуация очень похожа на нашу, как и почти на всю Россию. Но что происходит в других странах? Вот небольшой комментарий от жительницы Германии. У нас паники как таковой и не было. Гулять не запрещали. С этого понедельника открылись магазины. Со следующего абитуриенты идут в школу, будут экзамены сдавать. В магазин пускают по очереди, чтобы не было большого скопления. С понедельника в Гамбурге желательное ношение маски в общественных местах. На улице не обязательно. И чиновники также не могут это сделать обязаловкой, так как не у всех есть маски. Цены на них просто бешеные. Пусть раздают, а мы и не против носить. Также мы работаем с пожилыми людьми, и то на нашу фирму нет их в достаточном количестве. Стоит отметить, что судя по официальной информации, одно из самых благополучных стран, где пандемия проходит на легком уровне – Латвия. Так ли это и с какими изменениями столкнулись жители этой страны? Нас ввели режим чрезвычайной ситуации 13 или 14 марта, где-то возле таких дат. И какого-то режима карантина, как всем, сидеть дома нет. У нас только такая схема «две недели сидеть дома» для тех, кто вернулся из других стран, но в то время еще было, и тех, кто заразился коронавирусом. Мы, все остальные жители, нам как-то все равно. Ну, как все равно, сказали, что поменьше контактировать и все такое, но не сказали, что надо сидеть дома. С самого начала было сразу введены рекомендации, которые нам, ну, ни то никаких запретов, ничего такого, только рекомендации. Держаться двух метров, меньше касаний, ну и прочее, прочее, что, по сути, рекомендует ВОЗ на своих сайтах, ну, гигиену соблюдать, все такое. У нас спокойно ходят по улицам люди, их достаточно много, однако некоторые заведения ограничили или, как свое, ограничили и время своей работы, и дни своих работ. Вот, например, некоторые магазины в торговых центрах, которые работали по, ну, типа, каждый день и от 10 до 8, они, например, закрылись в рабочее время, они работают до где-то 7, в выходные, они закрылись и больше не работают по выходным. Некоторые магазины в торговых центрах, например, в регии есть один из самых больших торговых центров, называется Акреполь, там две трети магазинов закрылись до наступления, ну, отмены режима чрезвычайной ситуации. Что можно сказать по уровню паники? Ну, паники нет, то есть, население всегда здесь отличалось таким реальным пофигизмом, что всем реально все равно на все, даже в политическом плане, в экономическом, все. И вот сейчас, когда вот эта вещь с карантиною началась, и мне, ну, я, как, я увидел то, что находится на сайте ВОЗа, рекомендации по поводу гигиены, дистанции и все такое, я это соблюдаю. Но чтобы там паниковать и все дезинфицировать, нет, конечно, такого я не делаю. Что по поводу государства и помогает ли оно или нет, оно не препятствует работе. Как я уже говорил, что магазины работают, ну, те, кто закрылся, они закрылись, но, в принципе, ограничение, как бы, большое, чисто такое, что ограничение по времени и ограничение, например, в тех же ресторанах, например, быстрого питания, ограничение по местам, какие могут там быть, и между местами должно быть ограничение в расстоянии. А так, все работают, как работали, и, в принципе, никто не начинает по ней получать меньше. Некоторых, конечно, отправили, но с охранением зарплаты. Нет такого. У нас, ну, какое-то, как бы, введение режима ЧАЭС, ну, вот, и так, чтобы это как-то влияло на малый бизнес, большой бизнес, нет. Все работают, как и работали, только с меньшим, меньшим количеством времени, там, на часа 3-4 уменьшилось. Мы не знаем, что такое режим самоизоляции, как для всего населения. Мэрия не говорила, что она там будет вот такое вот водить, но какие-то дополнительные ограничения не хотели сделать, но, на самом деле, они очень сильно зависят от налогов именно с малого бизнеса, поэтому они сами понимают, что этого, ну, типа, каких-то вот сильных ограничений делать не надо. Еще одна страна, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации – Америка. Там этот режим был введен во всех штатах без исключения. Так ли страшна ситуация, как мы привыкли видеть и думать? Сложности есть. Одна из самых больших проблем – отсутствие работы. Первые недели после того, как ввели карантин, многие вообще как с ума посходили. Начали в магазинах скупать все, что вообще возможно купить, и в очень больших количествах. Дистанцию почти никто не соблюдал, маски тоже не носили. Позже вроде народ подуспокоился, полки в магазинах снова начали заполняться. Люди стали ходить в масках, держать дистанцию, и на входе в каждый магазин поставили стойки с салфетками и дезрастворами. Так как я живу сейчас в штате Нью-Джерси, соседний штат от Нью-Йорка, то тут паника наступила намного позже, так как все мы думали, что сюда вирус не придет. Соответственно, соблюдение социальной дистанции и прочих норм гигиены началось позже. Насколько я сейчас знаю, то в Нью-Йорке количество новых больных пошло на спад, а у нас же наоборот начало расти. Также в Нью-Йорке на время пандемии были организованы полевые кухни с бесплатной едой для всех нуждающихся. В плане того, что по новостям говорили о том, что в США вообще нельзя выходить из дома, на самом деле это все не так. Ты можешь спокойно сходить в магазин, выйти на улицу, в парк на пробежку или выгулить свою собаку. Главное – держать дистанцию других людей не менее двух метров и, конечно же, иметь при себе маску и перчатки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова